Насколько я понимаю, Игорь Анатольевич, вы инициировали этот разговор в связи с тем, что принятое решение в правительстве не совсем то, что хотело бы общество. Хорошо, значит, мы рассмотрим эти все вопросы, ну и постараемся так на государственном уровне без ведомства. Как-то всегда у нас было, когда министром работали, вы же понимаете, есть государственные интересы, есть интересы личные, есть интересы общества, но надо сделать разумно так, как это лучше для государства и для людей, которые у нас сегодня состоят в нашей организации. Поэтому я готов к этому разговору и мы готовы обсудить все те вопросы, которые поставлены. Я смотрю, вот мне представили перечень вопросов и производства боеприпасов, я так понимаю, гладкоствольному оружию. Ничего здесь плохого я не вижу, давайте подумаем, как это лучше сделать. Вопрос регулирования численности животных и птиц, занесенных в Красную книгу. Вопрос супергосударственный, очень важный для имиджа нашей страны, в том числе корректировка законодательства по обороту оружия и боеприпасов. Также можем рассмотреть этот вопрос. Ну и по уставу, о чем мы договорились в правительстве. Ну и другие вопросы, которые будут на пользу государству. Ну типа того, что где-то там в Минске, насколько я помню, какое-то вы претендуете на какое-то здание отдельно стоящее и до сих пор вопрос якобы не решен. Ну и ряд проблем, которые надо решать. И они застопорились на уровне должностных лиц и органов власти до президента. Так точно. Ну вначале я хотел бы, пользуясь случаем и возможностью вам доложить ситуацию в Боре, сказать, что полтора года назад я докладывал предложение по реформированию. Оно идет своим чередом, что называется, и основные решения уже приняты. Обществом за этот период сделаны значительные шаги в направлении усовершенствования в целом не только работы общества, но и, как вы справедливо заметили, по государственному и охотничьей индустрии в целом стране. Поскольку это традиционное белорусское занятие, это отрасль, в которую государство вкладывает огромные средства материальные и должно получать соответствующую отдачу, я считаю, в том числе материальную, не только количество членов, там, допустим, заинтересованность людей в здоровом образе жизни и прочее. И в этой связи нами запланировано еще ряд дополнительных мероприятий популяризации этого образа жизни. Ну а поскольку хочется всегда начать с хорошего, позвольте я вам представлю наше нововведение с целью популяризации охоты в стране, в том числе трофейной охоты, привлечения иностранных охотников, платежеспособных в том числе, ну и развития конкуренции внутреннего. Мы пошли по пути такого общемирового тренда, что называется, охотничьей индустрии и создали вот такую номинацию в Беларуси, она называется на наш манер «Великая белорусская пятерка», «Великая белорусская семерка». Значит, для трофейных охотников учредили вот такой знак, который сделали наши ювелиры. Для мужчин семерка, для женщин пятерка. Они должны добыть в течение определенного срока вот эти вот трофеи, которые обозначены в положении соответствующем, которым им будет вручаться вот такой бесплатный знак. Золото, серебро, ну наши традиционные белорусские охотничьи виды, книга почета соответствующие и так далее, и так далее. Рейтинговое мероприятие абсолютно мирового уровня, скажем так, подход. Но еще никто не получил. Еще никто не получил. Вот, позвольте я вот первый экземпляр, это музей государственности или, скажем... Ну, конечно, в музее, я же не охотник. Как ты говорил, я не убиваю животных, но и не добываю их. Да, Александр Игоревич, мы бы хотели, чтобы БУОР был представлен в том числе вот таким, на наш взгляд, ну, неплохим, в общем-то, элементом нашей истории общей. Вот поэтому, пожалуйста, я вам вручу его. Спасибо. Но Леонид Константиновичу ты не вручил. Нет, он должен заработать. Да, и он говорит, правильно, правильно, он пусть зарабатывает. Ну, а мне уже для музея, ладно, я с удовольствием.